Привет всем! Сегодня мы в китайском Чейнертауне в Бангкоке, попробуем разные спустяшки. Первая такая спустяшка, вот такой вот Скорпион, стоил 80 ватт или 160 рублей. Давайте его оценив по вкусу. Вкус довольно странный. Как будто сел в какую-то скорлупу, непонятно чего. По вкусу сложно оценить. Сейчас такое ем, давай 10. Не знаю, что за рыбная котлета, нарисована на логотипе разная рыба. Стоил 20 ватт или 40 рублей. Внутри много лука и довольно островато. Рыба где-то вдалеке, по вкусу 40. Какие-то непонятные кишки, не очень-то где-то. Очень много суеты в китайском районе Бангкока. Все почему-то фоткаются напротив этих вывесок. Не знаю, что они значат. Кто значит, пишите в комментариях. Я занял очередь. Сейчас попробуем попасть к столикам, чтобы попробовать акулий суп. Вот мы отставили очередь. Нам повезло, она была короткой. Я заказал два супа. Один с плавниками, другой с глотками акулиями. Наверное, это все-таки плавники, потому что это на плавники действительно похоже, больше похоже на глотки. Этот суп стоил 300 или 600 рублей. Давайте оценим по вкусу. Мясо довольно странное. Что-то такое похоже на хлебообразное, что-то. Принято что-то хлеб. Сейчас пробую самую жидкость. Суп довольно густоватый. Сказал бы что-то соус больше. Не зря в некоторых заведениях называют его не супом, а именно соус с облогином. В связке с грибочками очень даже ничего. Мне понравилось по вкусу. Необычно. 7 из 10. Второй суп, скорее всего, с глотками какими-то. Перевод непонятен. Давайте его оценим по вкусу. По вкусу отличается от первого. Тоже такой густоватый. Тоже имеются грибочки, но по вкусу отличается. Этот мне меньше понравился. Не такой наваристый. По вкусу 4,10. Так же заказал гонконгскую лапшу. Стоит у нас 100 бат или 200 рублей. Небольшие кусочки мяса. Грибочки. Отдельно попробуем кусочек мяса. Прикольно, что у них семью с акулой. Поэтому это гонконгская лапша с акулой. Лапша ничего особенного, но от меня с акулой очень даже вкусно. Плюс я заправил немножко соусом со стола. По вкусу 8,10. Слышно. Выглядит место, где мы все пробовали с акулами на входе. В самом начале китайского района. Всем советую попробовать. Цены адекватные. Может кому-нибудь полезно. Такое продажа мороженое. В вафельном рожке 60 ватт, 120 рублей. И в вафле 90 ватт, 180 рублей. Один шарик, 120 рублей. Такой вкусный, интересный сыр. Я выбрал с мангою банальный и с медом. Отца не мороженое этой фирмы. Первая с медом и не понятно с чем. Прикольная. Как будто бы ешь крем. Такое сливочное. Как будто сделали крем и добавили туда меда. Следующее будет манго. С кусочками, с этими семечками. Вкусное тоже. Даже больше, более интересное, более интересное, чем с медом. И третье такой вот микс. Тоже неплохо. Нас манго вкуснее всего. Неплохое мороженое. В принципе, нормально. До 120 рублей. Один шарик. Нет. В таком стаканчике 100 рублей. Вот такой небольшой обзор уличной еды китайского квартала в Моркоке. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях. Так вам видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok